добрый день дорогие друзья я всех приветствую на моем канале и приглашаю вас сегодня в очередное видео находок и сокровища секонд-хенда которые я вам с удовольствием покажу поделюсь с вами надеюсь что вам понравится то что я вам сегодня покажу это что я нашла и давайте смотреть и так дорогие друзья начнем сегодняшний показ ну даже не знаю с чего наверное давайте начнем с этих серег вот такие смешные сережки сегодня у нас не будет очень много маркированных украшений даже которые будут маркированы не такие уж и маркированные в смысле не какие-то там известные бренды поэтому вот просто милые красивые замечательные украшения пара серег но они мне просто понравились своим дизайном нету никаких маркировок на них хотя у меня впечатление что они не очень новые а я бы сказала такие довольно старенькие не знаю почему мне так кажется потому что уж очень качественно и хорошо они сделаны я кстати хочу сказать что вот самое смешное в них это то что вот как бы ну вы понимаете да они в виде пуговиц сделаны вот здесь вот переплетение как бы не так вот когда два стежка как будто бы пришита и когда вы пришиваете пуговицу и настолько реалистично сделано что вот прямо серьги видите сделаны отверстия и вот эти вот металлические как будто бы стежки как будто бы нитки вставлены прямо в эти отверстия то есть вот прям очень-очень реалистичные и сзади вот тоже есть отверстия то есть они сквозные отверстия и вставлены вот эти вот металлические металлические детали, которые изображают из собой стежки ниток. Очень любопытные, смешные серьги. Очень прикольные. Мне они очень нравятся. И действительно, я их купила, потому что за оригинальность, за необычность. Кстати, если вы помните, в прошлом показе я вам показывала винтажное колье Трифари, которое я нашла в Секонде. Так вот, мне кажется, что я его сейчас принесла сравнить. Мне кажется, что оно, если вы помните это колье, мне кажется, что оно очень подойдет к этим серьгам. Во-первых, по цвету, по металлу, цвету металла, и по, не знаю, по стилистике какой-то, мне кажется, что очень подходит, потому что здесь вот эмаль, эмалированный этот эмаль-медальон, эмалевые серьги вот такого же цвета, очень похожая эмаль. И мне кажется, что они тоже винтажные. Вот почему-то у меня такое ощущение. И мне кажется, что они очень подходят друг к другу, хотя совершенно другая форма медальона и серег, но вот каким-то образом по каким-то вот по стилистическим канонам, моим во всяком случае, мне кажется, что они очень здорово подойдут друг к другу. Ну и пусть полежат уже тогда вместе, раз я решила, что они хорошо друг к другу подходят. Так, брошь. У нас сегодня три броши. Брошь гепард. Брошь-то имеет маркировку. Не знаю, вам, наверное, не видно. Маркировка Park Lane. Я нашла эту брошь на интернете. На эти они продаются, на ebay. Значит, стоит она порядка 60-50 долларов, но моя, видите, имеет повреждения. У неё в некоторых местах сход вот этого чёрного покрытия эмалевого, которое, если честно, по-моему, не очень портит её, потому что мне кажется, что даже как будто бы что-то в этом есть интересное. Конечно, она моя не будет стоить 50-60, потому что у неё повреждения. Но я же их не продаю. Я как бы собираю, и меня как-то это не очень огорчило. Меня порадовало, что это маркированная брошь. Можно её использовать как кулон. Видите, здесь есть такой крючочек для того, чтобы вешать его на цепочку. Если честно, мне кажется, что как кулон это будет выглядеть довольно странно. Безусловно, она вдохновлялась известным брендом Кортье и известной кошкой Кортье. Но все кем-то вдохновляются, и ничего там такого нет. Растёгивается, всё работает, всё прекрасно в ней, замечательно. Единственное, некоторый такой сход покрытия с этой стороны. Очень странно, почему так равномерно сошло покрытие. И вот с нескольких пятнышек вот этих вот леопардовых, гепардовых, ну вот так вот получилось. Как будто кто-то специально стирал, да, так выглядит странно. Как можно было так стереть их. Причём абсолютно полностью вот в каких-то местах оно полностью сошло. То есть не частично, абсолютно полностью. Это очень странно, но, наверное, бывает. Симпатичная такая кошечка, у неё зелёненькие, по-моему, или чёрные, или зелёные, я даже не вижу, стразы, там, где глазки. И вот такая вот штуковина. Опять же, я уже где-то говорила в каком-то своём видео, что украшения броши животные привлекают невероятное внимание. Всегда их всем хочется рассматривать. Так, следующая брошь совершенно другая. Вот такая огромная, шикарная идея. Тоже чуть-чуть у неё есть какие-то лёгкие такие повреждения. Видите, вот здесь вот серебряный, вот этот мат, матовое серебро немножко сошло. Но, когда её надеваешь, при носке это абсолютно не видно. Она очень красивая, крупная брошь. Синие стразы в ней, вот здесь вот. Значит, задняя часть сделана вот таким вот образом. Брошь винтажная. Это видно по форме застёжки. Вот винтажные броши имеют вот такую вот треугольную форму застёжки. И вот собраны все вот эти листья на клёпку, на заклёпку. Вот это тоже показатель того, что брошь винтажная. Ну, она может быть и годов семидесятых. В принципе, это тоже винтажная. Всё ещё винтажные года. Но, конечно, это не сороковые, не пятидесятые, не шестидесятые. Хотя, может быть, она и относится к шестидесятым. Вот эта застёжка, она обычно относится к годам шестидесятым, семидесятым. Возможно, пятидесятых. Ну, я уже с себя такого сижу строй экспертам. Насколько я вот знаю, насколько я разбираюсь во всём этом. Интересно, она сделана. Видите, здесь вот эти вот листья сделаны, собраны вместе. И здесь такая, полукруглый такой, как будто бы полушарик. И вот эта вот тычинка, что ли, пистик. Что-то я с биологией у меня не очень. Она, видите, прикреплена вот так вот, прикреплена сюда отдельно. И она вот такая вот объёмная. То есть, она как бы немножко вперёд выступает. И она, по-моему, даже немножечко качается. Вы знаете, что? Мне может быть, возможно, что её надо будет немножко подпаять или подчинить. Потому что я только сейчас заметила, что она вот так вот немножко не очень хорошо закреплена. Но будем надеяться, что не обвалится она у меня во время носки. А так брошь очень крупная, красивая, элегантная. И в то же время заметная, яркая такая брошь. Серебряный тон. Очень-очень мне нравится. Так, давайте, наверное, посмотрим колье. Вот это вот сейчас. Я большой фанат и любитель вот таких вот колье. Крупных колье-чокеров. У меня их много. У меня их несколько. Разных форм, разных компаний. Это колье бренда Моне. Имеет маркировку. Вот видите, здесь. Ещё одна маркировка здесь. И маркировка вот на самом, на первом вот этом вот лепестке. Зачем они столько их налепили, я не знаю. Ну, вот так вот они решили. Значит, две застёжки. Я так понимаю, что её можно укорачивать. Его, это колье можно укорачивать. Можно вот это звено вынуть. Оно тогда будет короче. Интересное решение. Как бы такое. Ну, да. Обычно делают удлинительную цепочку. Но в данном случае сделали вот так. Интересная застёжка с какими-то вот здесь вот шариками. Тоже никогда не видела. Но такое вот. Оно, конечно, старенькое. Абсолютно винтажное. Это видно, что его носили. Видно, что у него внутри вот здесь с обратной стороны есть сходы покрытия. Такое немножко почерневшее. Но снаружи, так сказать, там, где, собственно, на него и смотреть нужно. Так, я подвину. Здесь мне это мешает всё. Оно абсолютно выглядит совершенно хорошо. Причём у него есть оно как бы двух... Два вида у него покрытия. Здесь вот матовое такое шершавое. А здесь блестящее. Видите, оно состоит из двух. Два вида покрытия на каждом звене. Вот оно вот такое вот мягкое, гнущийся. Но, безусловно, это колье чокер. И я хочу сказать вам, что оно очень шикарно выглядит на шее. Просто очень богато. Такое золото. Очень такое, знаете, солидное, толстенькое. Очень симпатичное. Очень красивое. Я лично очень люблю вот такие вот украшения. У меня их есть несколько штук. Все винтажные. Вот именно вот такие вот колье чокеры. Большие, крупные, широкие. с разного плетения, разного, разного вида вот звеньев, разных конфигураций, так скажем. Но все вот примерно вот такого вот типа. Оно очень, довольно тяжелое, такое весомое. Красивое украшение. Стильное, классическое, но в то же время интересное, такое элегантное. По-моему, такие вещи никогда из моды не выходят. Я уверена, что ему прилично лет, но я думаю, что вот сейчас можно его надеть, и оно совершенно будет выглядеть как современное модное украшение. Тем более, что сейчас так модны цепи, и они в таком фаворе, что, мне кажется, не выглядит оно старомодным никак, никак. Давайте посмотрим вот этот браслет. Это браслет, по-видимому, современный, скорее всего, не винтажный. Это браслет компании Banana Republic. Я вам уже рассказывала про эту компанию. Видите, вот здесь вот есть маркировка, две буквы. Верхногами показывали, нет, BR. Нет, правильно, например, BR от названия магазина Banana Republic. Мы с вами там были, мы ходили, мы делали там примерки, мы видели их украшения, которые стоят довольно дорого. Цвет мне нравится, не ярко-желтый, а такой немножко приглушенный-желтый цвет, золото. Очень интересные вот здесь вот эти вот элементы. Такой оранжево- коралловые такие вставки, это пластик, безусловно, и красивые вот такие вот элементы со стразами. Все в целости и сохранности, стразы не потеряны, схода покрытия нету, вот эти кольца тоже вот эти очень красиво сделаны, очень качественное украшение, как все украшения из магазина Banana Republic, потому что они не дешевые и очень красиво смотрятся на руке, по-летнему, ярко, и если подобрать к нему подходящий наряд, украшение или просто вот платье, или сумку, или ногти такого цвета, то выглядит это шикарно, очень красивый, очень красивый браслет, замечательно. Так, рассмотрим еще одну брошь, очень красивая брошь, и вот видите, здесь она, застежка, приделана вот на такой вот пенек, припаяна, потому что брошь сама, видите, выгнутая, выгнутой формы, и для того, чтобы припаять вот эту застежку, делали вот такой вот пенечек. Можно было, конечно, припаять застежку вот отсюда сюда, вот таким вот здесь, вот эти вот элементы припаять просто к самой броши, но вот так вот решил мастер сделать. Маркировок нет, компания мне неизвестна, но я думаю, что это винтажная брошь, потрясающей красоты, я сижу и снимаю в такой темноте, девочки, вдруг я поняла, что я забыла лампу включить, целое видео практически отсняла, я надеюсь, что она не очень темная получилась, уж простите меня, если вам было темно, и тут только я поняла, думаю, что же так темно, тут только я поняла, что я лампу не включила, ой, балда, ну, хотя бы сейчас, жалко, переснимать не буду, много времени потрачено, но вот так, простите, пожалуйста, меня, кому темновато получилось, но вот давайте рассмотрим эту прекрасную брошь, необыкновенно красивые зеленые кристаллы, жемчужинки маленькие и белые кристаллы, здесь немножко филигрань сделана в этой броши, вы знаете, как я люблю зелень, как я люблю зеленые, зеленые украшения, я не знаю, это стекло, я думаю, что это пластик, мне почему-то кажется, что это пластик, сделана она под вегетариан, вегетарианский, под вегетарианский стиль, вегетарианский, вот еще я скажу, скажу, так скажу, сделана, выполнена в вегетарианском стиле, ну, что сказать, очень красивая вещь, красивая брошь, не припавить, не убавить, она доставляет мне массу удовольствия, ни разу не надевала еще, и сейчас у меня возникла идея, что я могу ее носить в паре с брошью, которую я вам показывала в прошлом своем обзоре, давайте я вам сейчас ее принесу, и мы посмотрим, хорошо ли они выглядят вместе, помните, эту брошечку я вам показывала в прошлом моем обзоре, мне кажется, что очень симпатично они выглядят вместе, потому что по цвету камней они сходятся, они немножко разные стилистики, вот это такой викторианский стиль брошь, она такая помпезная, можно сказать, знаете, много чего наворочено, эта брошечка такая простенькая, но по цвету камней они удивительно подходят друг к другу, и мне кажется, что очень еще красиво будут смотреться рядом, допустим, на лацкане пиджака или на каком-то свитере, может быть, на черном платье, например, или на зеленом платье, темно-зеленом платье, прям хорошая идея, знаете, темно-зеленое платье приколоть две такие брошки на плечо, мне кажется, что будет бесподобно красиво, и пусть полежат вместе рядом. И еще одно украшение, вы, наверное, обратили на него внимание, оно у меня тут лежит в самом центре и светит красивым, необыкновенным цветом бирюзы, это подписанное украшение, Каям Фэмили называется компания, вот здесь тоже есть маркировка, Каям Фэмили, здесь тоже есть маркировка, и вот этот вот шилдик, тоже как бы их характерный значок, как вы видите, и по фамилии, Каям это фамилия, Каям Фэмили, это фамилия основателя бренда, по фамилии и по дизайну, вы видите, что это украшение явно восточного типа, по-моему, основатель компании выходца из Турции, была основана в городе Чикаго, то есть в американском, в Америке, хотя мне кажется, что их семья из Турции, может быть, их родители приехали из Турции, не сами, они, основал компанию муж и жена, я не знаю, если она до сих пор существует, может быть, они уже закрылись, но это написано везде, что это винтажное украшение, там, где я нашла, но я не знаю, насколько винтажное, потому что компания организована, в общем, не так давно, ну, не 60-е, и даже не 70-е, максимум 80-е, 90-е годы, восточные мотивы просматриваются, конечно же, в этом украшении, и это красиво, такой, знаете, турецко-марокканский стиль, я бы сказала, или вот, если вы были в Испании, там есть крепость Альхамбра, которую строили арабы в то время, когда они были в Испании, вот там тоже просматриваются, в этой крепости Альхамбра просматриваются мотивы вот такого вот, такого плетения, и мне как-то вот оно напомнило даже больше Альхамбру, чем, чем какие-то марокканские строения, хотя тоже, в общем-то, это явно такие вот марокканские мотивы, восточные, красивый кулон, очень яркий, именно вот своим таким бирюзовым, светло-бирюзовым, красивым цветом, оригинальный, большой, крупный, бросается в глаза, замок, вот такой вот удобный крабик, большой, длинная цепочка, ее можно делать короче, длиннее, в зависимости от того, как вам хочется, потому что вот этот крабик, он в принципе застегивается на любое звено, то есть он подходит под любое звено, то есть вы можете его прямо сделать короткой под шею, можете сделать длинной, как вам нравится, как вам захочется, качественное, очень такое тяжелое, весомое украшение, такой красивый матовый металл, очень красиво выглядит на одежде, подходящей к нему. Ну вот, дорогие друзья, такой у нас сегодня был показ, я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вам было интересно, и до скорой встречи, надеюсь, что мы увидимся с вами совсем скоро в следующем моем видео, на сегодня все, с вами была ваша Деда из Канады, пока-пока-бай! Продолжение следует...